Привет, ребят! Меня зовут Лена, я графический дизайнер, и вы попали на мой канал о графическом дизайне. И сегодня я хочу затронуть две темы, которые периодически встречаются у меня в комментариях, и я решила снять как бы такой видео-ответ на эти два вопроса. Первая тема — это графический дизайн умирает. И вторая тема — это конкуренция в графическом дизайне. Ну, типа, графических дизайнеров уже дофига, и как собак нерезанных, и вообще как бы там уже все ниши заняты, и туда уже никак не пробиться. Я графический дизайнер с 10-летним, почти уже 11-летним опытом. В конце октября будет как 11 лет я занимаюсь графическим дизайном. И со стороны своего опыта я хотела бы ответить на эти два вопроса. Если вам интересно, то погнали! Графический дизайн умирает? Ребят, этот вопрос меня саму убивает. Видимо, ребята, которые меня об этом спрашивают, они не совсем понимают, что такое графический дизайн, и они не понимают, что графический дизайн живет вокруг нас, и он с нами буквально с нашего просыпания до нашего ухода ко сну. К графическому дизайну относится дизайн нашего постельного белья, нашей пижамы, в которой мы спим. Также каждое наше утро начинается с чистки зубов, и дизайн упаковки нашей зубной пасты – это тоже графический дизайн. Потом нам хочется выпить кружечку горячего кофе, и дизайн нашей кружки – это тоже графический дизайн. И, конечно же, многие из нас собираются и идут или на работу, или на учебу, и вокруг нас мы видим множество билбордов, вывесок магазинов, банков, аптек, и это все графический дизайн. Часто перед работой мы заходим в магазин и покупаем себе, например, круассан и сок, и упаковка круассана и сока – это графический дизайн. Иногда, чтобы нам не было скучно кушать во время обеда, мы с вами покупаем журнал, и обложка, и внутренняя часть журнала – это тоже графический дизайн. Но чаще всего люди любят полазить по апп-приложениям, социальным сетям, сайтам, и те элементы, которые вы видите на этих приложениях, сайтах и социальных сетях – это элементы графического дизайна. И в конце рабочего дня, например, вы возвращаетесь домой на метро, и в метро вы очень часто видите рекламные баннеры в виде наклея, которые вас призывают что-то сделать. Это тоже графический дизайн, кстати, как и карта метрополитена. В общем, ребят, к чему я веду? А если бы не было графического дизайна, то мы бы спали на белом постельном белье или на каком-нибудь однотонном, пили бы, например, из белой кружки. Я говорю только про массовое производство и не про хендмейт. И когда мы листаем журнал, мы бы с вами смотрели только на фотографии и текст, и никаких интересных дизайнерских элементов, мы бы не видели в журнале, и ничто не хватало бы на наш глаз, кроме, конечно, каких-нибудь интересных фотографий. И какой же мой вывод? Я считаю, что дизайн умрет только когда мы решим с вами ходить, например, только в белых одеждах, пить из белых кружек, спать на белом белье. Мы решим с вами, что нам не нужны соцсети, эп-приложения, игры. И вообще, как бы, дизайн вокруг нас для нас уже станет каким-то неважным, неинтересным. Мы захотим все такое однотонное, белое, такое все одноцветное. И я считаю, очень-очень скучное и неинтересное. Так что, ребят, графический дизайн не умирает. Он прямо врос корнями в нашу жизнь и буквально присутствует в каждой сфере нашей жизни. Я даже не могу вам назвать ту сферу, где нет графического дизайна. Конкуренция в графическом дизайне. Я периодически получаю от вас сообщение, где вы пишете Лена, сейчас куда ни плюнь, каждый дизайнер. И как вообще можно в этой конкурентной среде получить какой-то заказ, зарабатывать деньги. Это сейчас уже нереально. И этот вопрос как бы закрыт. Все, конкуренция просто душит и никак-никак не пробиться. Ребят, для меня люди, которые так пишут, это люди, которые не любят графический дизайн и не хотят быть в профессии. А сейчас я вам объясню почему. Давайте я вам приведу такой жизненный пример на профессии, которая понятна абсолютно-абсолютно каждому. Смотрите, например, профессия врача. Каждый год во всем мире тысячам университетов выпускают сотни тысяч врачей. И один из них становится классным профессионалом, к нему хотят попадать люди, к нему записываются на прием за несколько месяцев. Не важно, частная у него практика или он работает в обычной поликлинике. И буквально напротив в кабинете может сидеть врач, которому никто не ходит, а ходят только бабушки, которым положено бесплатное медицинское обслуживание. И почему так происходит? Потому что первый врач, он любит свою работу, он хотел помогать людям, и он просто не может представить своей жизни без помощи людям. Другой же врач, кто-то ему сказал, что, а знаешь, доктор неплохо зарабатывает деньги, ты можешь туда пойти, что там, посмотришь в горло, там, послушаешь, не знаю, как человек дышит, послушаешь спину, и будет у тебя счастье, и будут у тебя деньги. И вот человек пошел отучился, не хотя быть врачом, и не хотя никому помогать, и вот теперь он сидит в кабинете и жалуется, вот зачем я пошел на эту профессию, оказывается здесь нет денег, и все в этом роде. Это все можно применить к любой профессии, конечно, и также к профессии графического дизайнера. И люди, которые жалуются, что в дизайне уже все занято, что конкуренции полно, и что заказы получить нереально, они как раз-таки те, которые шли в эту профессию не из-за любви к этой профессии, а из-за того, что им сказали, что здесь водятся денежки. Что касается меня, я любила дизайн еще со школы, конечно, я не знала тогда, что это дизайн, я любила что-то делать, что-то украшать, ну, в общем, это была моя тема, дизайн. И потом, когда я увидела работы профессиональных графических дизайнеров, мне было 22 года, я поняла, что это мое, я влюбилась с первого взгляда. Месяца три я училась графическому дизайну, и потом начала зарабатывать свои первые маленькие денежки. Денежки я стала зарабатывать на фотобанках. Кто со мной знает, что такое фотобанки, кто не знает, что такое фотобанки, то я оставлю ссылочки под этим видео. И первая продажа дизайна у меня произошла буквально через два дня, когда я добавила первые пять работ. Но я всегда говорю, что первая продажа была через два дня, но я ни разу не рассказывала, что вторая продажа у меня была через полтора месяца после первой продажи. Но знаете, ребят, меня это не останавливало, я как бы училась, это была моя как бы постоянная практика, потому что нормальные деньги я стала зарабатывать только года через полтора. А так полтора года для меня это была учеба, практика, практика, учеба. И я безумно любила, что я делала, я всё время хотела укреплять свои навыки, учиться чему-то новому. Я когда рисовала что-то, то, что я не могла до этого нарисовать, я просто безумно была счастлива. И до сих пор, когда я создаю дизайны, когда я делаю, допустим, уроки на своём YouTube-канале, создаю дизайны, то просто я безумно счастлива. Я очень люблю эту работу, и мне очень радостно, когда я получаю ещё отклик от вас. Что же у меня сейчас? У меня сейчас более 10 тысяч работ на фотобанках. Я зарабатываю в среднем 700-800 евро на фотобанках. Это, конечно, не всё. Я ещё выполняю кое-какие заказы. Ещё иногда мне предлагают удалённую работу на постоянной основе. На постоянной основе я не хочу, потому что я не буду чувствовать себя тогда свободным художником, а мне это очень-очень нравится. Моё основное портфолио находится на дрибле. Дрибл — это такая социальная сеть для графических дизайнеров. Кто не знает вообще про неё ничего, то можете посмотреть вот в этом видео. И вот с помощью дрибла мне приходят вот именно оттуда предложения о постоянной работе. Заказы я тоже сама не ищу. Моё портфолио на фотобанках даёт мне то, что люди оттуда приходят и просят меня сделать что-то новое. И также с дрибла, да, приходят ко мне заказы именно на... Ну вот именно вот здесь и сейчас что-то выполнить. Моим заказчикам нравится, как я выполняю работу, как я делаю композицию, как я подбираю цвета, как я делаю дизайны, как я соблюдаю сроки. Я всегда делаю задания чуть раньше срока, потому что я, когда беру задания, я беру себе время с запасом. И поэтому люди думают, что вау, я делаю всё быстрее. На самом деле я беру себе запас. Но об этом лучше, конечно, вашим заказчикам не знать, что вы берёте запас на работу. Для своего портфолио я выбрала дрибл, он мне очень нравится, но есть также такие места, как беханс, ещё неплохое место я считаю линкетин. Но, допустим, хочу вам для примера сказать, что мне предлагают в удалённой работе. Вы спокойно можете зайти, посмотреть на моё портфолио на дрибл. Люди также заходят на моё портфолио и предлагают мне работу, исходя и видя, что я умею. Мне предлагают удалённую работу в районе зарплаты месячной от 900 долларов до 2000 долларов. Это такая средняя зарплата по Европе и немножко, конечно, не очень высокая зарплата для Америки. Но это всё-таки удалённая работа, то есть не надо жить в Америке и жить по тем ценам и по тем реалиям, которые в Америке. То есть вы тоже, да, можете жить в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане и иметь удалённую работу где-то. Но вот просто ещё раз хочу сказать, просто постоянно работа не для меня, мне нужна свобода. Итак, мой вывод по этой теме. Если вы любите графический дизайн, вы постоянно будете хотеть учиться, развиваться, узнавать что-то новое. И если вы человек, который хочет узнать что-то один раз и навсегда и больше никогда ничему не учиться, то графический дизайн однозначно не для вас и у вас ничего не получится. Ну что, ребят, на сегодня это всё. Надеюсь, я вас смогла убедить, что графический дизайн не умирает и что конкуренция, она только в вашей голове. И если у вас есть любые вопросы про дизайн, то спрашивайте под этим видео. И, конечно же, если вам понравилось это видео, то жду от вас лайк. И подпишитесь, если вы ещё не подписаны здесь, на этом канале про графический дизайн. Мы будем ещё очень много разговаривать, будет много уроков в программе Adobe Illustrator. Ну всё, ребят, пока-пока! Целую, пока! Субтитры сделал DimaTorzok